SCP-1333. Приложение Phantom. Класс объекта безопасный. Особый слой содержания. Экземпляры SCP-1333 должны содержаться на энергонезависимых носителях. Рекомендуется по возможности использовать в качестве носителя карту microSD на 16 гигабайт. Карта содержится в пластиковом контейнере в сухом помещении с контролируемым климатом. Довусь тема хранить нескольких экземпляров SCP-1333 в непосредственной близости, так как на неподключенном носителе объект абсолютно безвреден. Все экземпляры SCP-1333 хранятся в комплексе содержания секретной информации. В комплекс не допускаются цифровые медиаплееры любого рода. Персонал при входе в зону хранения и выходе из нее подлежит тщательному обыску на предмет наличия дисков, сим-карт, медиаплееров, смартфонов и других электронных устройств и средств хранения информации. SCP-1333 не следует помещать внутрь рабочего мобильного телефона без предварительного разрешения директора зоны. Для этих экспериментов могут быть использованы только разлоченные предоплаченные телефоны. Также на любом используемом для эксперимента аппарате не должна быть активирована сеть. Эксперименты должны производиться в подвальном помещении вне зоны действия мобильных ретранслеторов, в экранированном помещении в целях предотвращения копирования объекта. После экспериментов любые телефоны, используемые для тестирования SCP-1333, должны быть уничтожены. Чтобы уберечь гражданских лиц от воздействия SCP-1333, агенты фонда внедрены в отделы сбыта программ и других сетей распределения данных всех компаний, предоставляющих услуги мобильной связи. Любые экземпляры SCP-1333 на сетевых дисках должны быть поставлены на содержание как можно скорее. Описание. В зависимости от пользователя, этот период покоя может длиться от нескольких секунд до, теоретически, всего срока функционирования телефона. В связи с этим, предполагается, что существуют непроявившиеся экземпляры SCP-1333 на телефонах, на которых программу еще не активировали. Это создает большую угрозу распространения через учреждения, занимающиеся продажей бывших и в употреблении отремонтированных microSD-карт и мобильных телефонов. SCP-1333 на сегодня принимал вид многочисленных мобильных приложений, включая навигационные, социально-сетевые, развлекательные, музыкальные, офисные и прочие. Сущность влияет на человека, использующего программу, независимо от того, кому принадлежит зараженный телефон. Первоначально загруженная программа работает, как ожидалось, пока длительность использования программы телефоном начинает давать сбои и получать текстовые сообщения с неизвестных номеров. Эти сообщения, как правило, представляют собой отдельные слова, набранные в верхнем регистре и часто, имеющие негативную или враждебную окраску, например, «никогда», «гнев» и «кровь». При дальнейшем использовании SCP-1333 проявляется вторичный эффект. Если телефон оснащен камерой, фотографии в его альбоме начинают замещаться другими, которые не делались пользователем, но изображают его. Они варьируются от тривиальных изображений человека, фотографирующего самого себя в зеркале, до изображения субъекта с места, в котором он никогда не был. При постоянном использовании SCP-1333 создает все больше тревожных образов, иногда изображая пользователя с тяжелыми травмами, его смерть, расчленение или пытки. По крайней мере, один экземпляр SCP-1333 создал изображение умершего родственника пользователя. Приложение SCP-1333 был впервые обнаружен. Дата засекречена на смартфоне марки «Засекречена» в «Засекречена», штат Нью-Йорк. 18-летняя владельца телефона позвонила в полицию и пожаловалась на киберпреследователя, заявив, что неизвестный присылает ей смонтированные фотографии пугающего содержания. Внедренный агент фонда осмотрел телефон и обнаружил сущность в приложении для обмена фотографиями. Владелица обработана амнезиаком класса А, заведенная полицией, дело закрыто. Приложение 1333-А. По состоянию на дата засекречена, SCP-1333 обнаруживался в мобильных приложениях всех крупных сетей сотовой связи, включая «Засекречена», «Засекречена» и «Засекречена». В приложении 1333-Б эксперименты показали, что в случае попытки постановки на содержание телефона зараженного SCP-1333 объект пытается связаться со спутниками и вышками сотовой связи в пределах себя. Предполагается, что это форма самосохранения, и по этой причине любые инфицированные SCP-1333 телефоны следует помещать в экранированный контейнер перед попыткой извлечения. Продолжение следует...